Так, сейчас мы запустимся, включаем орошение, насосы и поехали. Вячеслав Безносов работает в подземке рудника Айхао уже 10 лет. Но виртуальным комбайном управляет впервые. Такой симулятор есть пока только в Мирном. Компьютерная, скажем так, вот игра уже какая-то приближена. Потому что молодое поколение более как-то ориентируется в этих всех 3D. Игра игрой, но все показатели машиниста на симуляторе, как в реальности. Безопасность работ, владение техникой и даже кубометры отгруженной породы – есть всё. То, что нельзя испытать в шахте, то испытывается здесь. То есть, как правильно зарубить, как правильно подойти к забою. Потому что, вы видите, здесь забой у нас получается левосторонний, то есть, может быть, также с правой стороны очень сложные забои. Нужно правильно поставить машину, то есть, ни в коем случае рабочим органам, чтобы не происходило удара с рудой. Симулятор для учебного комбината Мирненского ГОК приобрели два года назад. Алроса он обошёлся в 800 тысяч евро. На тренажёре запускают уже две установки – для подземных бурильщиков и вот теперь ещё и для машинистов комбайнов. В условиях учебного класса чистая и просторная кабина симулятора больше напоминает рубку космического челнока из фильмов про будущее. Машинист ГВМ не лётчик и не космонавт. В этой профессии слишком много тяжёлого труда и мало романтики. И, может быть, только в кабине виртуального симулятора понимаешь, что именно они – первооткрыватели подземного пространства. Пока коллеги у рычагов, остальные наблюдают за ходом виртуальной добычи. Шарошка вгрызается в забой. Здесь сноровка у каждого своя. За час кто-то нарубит руды меньше, кто-то больше. В чём секрет? Здесь главное правильно зарубаться и ожидать метры. Больше отгрузил, больше БДН-ки разил. И по правилам здесь всё получается. Главное – соблюдать правила. На первый конкурс машинистов горных выемочных машин выставили своих участников рудники «Мир Айхал» Интернациональный. Но лучшими оказались специалисты Мирненского шахтостроительного управления. Опыт – это самое основное, из-за чего они выиграли и показали такие лучшие результаты. Опыт оказался решающим фактором. Сергей Диченко строит алмазные рудники уже более 20 лет. Он и стал победителем конкурса, намного опередив по всем показателям остальных участников. В ШСУ они же первые зашли на «Интер», на «Мир» зашли. Первые же начали работать на комбайнах, во всяком случае, в городе Мирнен. Вячеслав Безносов увозит в Айхал диплом о третьем месте и профсоюзную премию. Сертификат в мирненские магазины «Партнёры профалмаза» получил и Сергей Костюк. У него второе место. Сергей Диченко уже решил, в каком санатории он будет этим летом отдыхать с семьёй по призовой путёвке за победу в конкурсе. Я не на неё рассчитывал, но, конечно, теперь и на неё буду рассчитывать. Но тогда хотели поехать в санаторий в Калининградскую область. Лариса Удовенко, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».